Малыша нашли на мусорке. Очень обезвоженный, просто чудовищный. Все ковом стоит. И ежик. Я прошу прощения, что сегодня говорю, или, к сожалению, бронхит и ангина. Друзья, в последнее время стали слишком частыми гостями. Друзья, я сейчас покажу вам нашу жизнь. И хочу сказать, мы не боги. И как бы мы ни старались, мы несем потери. Малыш Мурик, он всего-то пожил ничего. Мы пытались спасти ребенка. И я очень благодарна вам за то, что вы нам помогали. И тоже что-то отказник какой-то? Да, мы же всех подбираем. Это у нас все помощники. Сейчас мы золотой анализ возьмем. Какие-то он лапу уже вытаскивает. Все правильно. Так, мордочку надо повернуть. Держи крепче. Подержишь, да? Сможешь зашиваться? Да, ну пока не держи. Ты красавчик. У Барсика подозрение на почки. Он резко начал худеть. Сейчас сдали анализу биохимии. И положим ребенка на капельницу. И как бог пошлет. Да, детка? Главное, чтобы анализы пришли хорошие. И не подтвердился лейкоз. Каждый кодеку коснемо за два? Да нет, это несерьезно, конечно. Это коснемо за каким образом издаетесь? Это на абсолютный трипомбекции. Это в тазовой кости берут. Красный кодеку. Это хорошо для косик опасно, болезненно, опасно. Ну, на самом деле, это не настолько страшно, как это звучит. А поцени по стоимости. Это надо смотреть в прайсе. Примерно. Я не знаю. А в среднем? Это не часто используется. Я первый раз вообще об этом слышал. Это является стопроцентной диагностикой. Как вы сказали еще раз? Вкусный мозг, красный кодеку. Да нет, Лиля, для наших условий это неприемлемо. Трипан биопсия. Там делается подместная анестезия даже. Собак, у кошек не всегда. Потому что кошка что подместная, у нее подместная дергается. В клинике, наверное, хватит? Нет, мы будем из нее же отправлять еще на... Тихо, Малыш. Тихо, Малыш. Сейчас анализы крови сдайте. У вас ведь тесты? Нет, мы не овец работаем, мы... Малыш, как ты? Так, ребята, пока разместились здесь. Завтра утром опять на капельницу. Малыш кушает, но он кушает только очень мягкий корм. Сейчас взяли ему специальный. Взяли несколько баночек, ребят. Попробуем, как ребенка вытянем. Одна баночка стоит 200 рублей, друзья, но для ребенка другого выхода нет. Здесь мы разместили беленького до утра. Утром на капельницу. Ну, что, красавчик? Мамин, давай выздоравливай. Субтитры создавал DimaTorzok Это маломутик, щенок, лордик. Тот, которого мы забрали у разведенцев. У нас два малыша, они самые тяжелые. Девочка и мальчик. У мальчика сейчас очень тяжелый кашель. Мы не можем его вылечить уже почти месяц. Но малыш кушает, малыш веселый. Единственное, что его очень сильно бьет кашель, и у него очень сильно насморк. Поэтому сегодня привезли в клинику, делаем анализы, делаем снимки и будем лечить уже дальше. Друзья, это лордик. Если кто-то из вас готов взять ребенка на кураторство или вообще домой вылечить его и оставить себе, будем искренне рады. Потому что ребенок породистый, ребенок чистый, хороший, чистый маломодик. Но, ребята, нам нужна помощь. И я прошу вас. Давайте поможем лордику. Пожалуйста. Мы сегодня целым табором в больнице. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девочка у нас будет здесь. Ей хуже всех, ребят. Ей и котеночку. Они самые двое тяжелые. Убиши рвота сильная. Я очень надеюсь, что после капельницы ей станет легче. Да, малыш? Ну, спи, моя хорошая. Ну, ребят, как могли, так разместились. На несколько дней, думаю, ничего страшного не случится, если мы потеснимся и полечим детей. Тем более, что с утра малышей на капельницу. Это Мика. А это Люка. Две сестрички. У них есть еще две сестрички. Они находятся с мамой в приюте. Ребята, малышам сегодня стало полегче. Они даже пытаются кушать. И у них формируется стул. Это очень важно для нас. Поэтому, простите, удивлюсь радостью. Да, кто-то радуется деньгам, кто-то этим. А я с формированным какашком. Доброго здоровья вам, ребята. Я приболела опять. Опять приболела. Что-то у меня очень тяжело. Бронхит проходит. Слава Богу, с малышами все хорошо. Мои хорошие. Что, мои красивые. Мамины. А кто хвостиком виляет, детки. И еще, кистью. И очень надеюсь, что вы с нами будете дальше помогать. Потому что больные, они... Не исчезает поток, ребята. Кто-то выздоравливает. Кого-то провожаем за черту. И кто-то приходит новый, кого мы начинаем лечить. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ